МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Мы представляем программу «Время говорить. День сегодняшний». События, комментарии, аналитика от наших авторов и экспертов. Главное, на этот час в коротком изложении. Взял, да и снял рязанские экоактивисты используют передовые методы работы в борьбе с незаконными свалками. Выпил раз, выпил два. Половина рязанских водителей, отбывших наказание за пьяные поездки, вновь садится за руль под газом. Черные риэлторы за решеткой. Силовики их раскрыли банду мошенников, совершавших в Рязани преступления с жильем. А теперь перейдем к подробному изложению. Ежедневно в России прибывает поток беженцев с юго-востока Украины. Люди спасаются от бомбежек и артобстрелов бросают в свои дома. А некоторые уже лишились жилья разбитого снарядами. По данным информагентств, в каждый день в Ростовскую область прибывают тысячи жителей Украины. Некоторые остаются в регионе, другие следуют транзитам. МЧС России организует воздушные мосты для эвакуации беженцев в другие области. Для них подготовлены пункты временного размещения, сокращенно ПВР. Эта новая тревожная аббревиатура стала за короткое время известна всем и в России, и в Украине. В такое время живем. По данным того же МЧС, в приеме украинских беженцев уже задействованы более десятка российских регионов. Вчера в Рязанскую область прибыл автобус с почти 50 жителями Луганска и его окрестностей. Среди беженцев 19 детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, 18 женщин. Сразу по прибытии всех разместили в здании Полянского интерната. Для взрослых организовано трехразовое, а для детей и четырехразовое питание. В Полянах была Оксана Тебенихина. Из Украины в российские регионы хлынул поток беженцев. Люди, ощутившие настоящий неподдельный страх перед лицом войны, поделились с нами во время съемок репортажа своими мыслями и эмоциями. В какой момент решили? Когда начали стрелять, бомбить. Когда начали стрелять? 20-го числа вроде бы. Уже танки начали. Я видео смотрела в Луганске, думаю, до нас уже когда не доберутся в Луганске, так в Луганске. А то мне уже говорят, в Краснодаре начинаются. Я думаю, все уже началось. А когда вот уже уехали, говорят, что вообще границы перекрыли. Каждый из них и стар, и млад. Все бросили свои дома. Свою привычную жизнь. Тех, кто прибыл на временное проживание в Рязань, разместили в Полянской школе-интернате. Обогрели, накормили, уложили спать. Что будет дальше, пока неизвестно. Вы в Рязань приехали, поспокойнее стало? Ну, много. В Донецке еще, конечно, когда мы в Донецк приехали, было чуть-чуть страшновато. Слышно даже было, когда что-то грохало там. Когда сюда уже приехали, когда отъехали к Ростову, вот сюда одна автобус, уже все спокойно, уже как бы все отлегло более или менее. Вы вчера поздно ночью приехали? Да. Где-то часа три-четыре. Три-четыре, да, нас встретили на въезде в Рязань. Накормили, навоили. Встретили и сопроводили. И спать в Рязань. На границе они чудом миновали перекрестный огонь. В Ростове уже вздохнули с облегчением. Там не было слышно стрельбы. Это уже счастье для каждого, кто на себе испытал, что такое артобстрел или бомбежка. Сейчас во временном убежище царит полная тишина. Люди уже привыкли разговаривать шепотом, чтобы никто не услышал и не нашел их, не взял на прицел. Кто мог знать еще недавно, что такое вновь повторится в нашей новейшей истории. По данным Рязанской полицейской статистики, за последнее время количество так называемых пьяных автоаварий и других происшествий на дорогах области несколько снизилось. В эти выходные инспекторы изловили 46 водителей, севших за руль под шофе. А в целом, с начала года, сообщает ГИБДД региона, уже более двух тысяч водителей привлечены у нас в области к административной ответственности за управление транспортом в нетризвом состоянии. Продолжай тему Оксана Тебенихина. По всем канонам выходного дня сотрудники ГИБДД вышли на тропу войны с водителями, которые не прочь принять на грудь перед поездкой. И таких «умников» наловили аж 46 человек. Только за один день, 20 июня, сотрудниками госавтоинспекции в результате рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» оформлено 12 материалов по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, то есть за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И один материал по статье 12.26 КОАП – это за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В этом году уже более двух тысяч водителей привлечены к административной ответственности за данные правонарушения. При всем при этом число самих нарушителей, которые уже не в первый раз попадаются в нетрезвом состоянии, выросло со 101 до 266 человек. Что странно, не учатся люди на своих ошибках. О других резонансных дорожно-транспортных происшествиях начала недели в материале Натальи Новиковой, что называется, вдогонку. В минувшую субботу в Спасском районе на 247-м километре федеральной трассы М-5 произошло ДТП со смертельным исходом. Два легковых автомобиля – ВАЗ-2108 и Рено – на высокой скорости встретились лоб в лоб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель «восьмерки» не справился с управлением на мокрой после дождя дороге, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Рено, которым управляла женщина. Дети были пристегнуты ремнями без опасности согласно правилам дорожного движения, поэтому не пострадали. Дети на дорогах – это отдельная история. С наступлением теплого времени года популярными транспортными средствами становятся мотоциклы, скутеры и мопеды. Соответственно, дорожные происшествия с их участием происходят довольно часто. А ведь мотоциклисты намного уязвимее водителей автомобилей в случае ДТП. Даже на небольшой скорости они могут получить серьезные травмы. В целях профилактики ДТП с участием мототранспорта 21 июня сотрудники госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Кстати говоря, с 1 апреля текущего года в нашем регионе проходит профилактическое мероприятие на ребенок-нарушитель. Основная задача проекта – профилактическая и разъяснительная работы по соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетними, а также с родителями юных нарушителей, которые зачастую забывают, что являются основным примером для подражания. И довольно часто, не задумываясь о последствиях, подают чадом отнюдь неположительный пример поведения на дороге. Рязанским оперативникам тоже есть что сказать жителям и налогоплательщикам. Сейчас расследуется сразу несколько дел по бесчестному отъему жилья у граждан. Главным образом у рязанцев, которые ведут образ жизни далекий от культуры и нравственности. Пьющий народ, одним словом. Таких и обмануть, и уговорить на что угодно гораздо проще, чем здравомыслящих людей, пребывающих в трезвом уме и здравой памяти. Черные риэлторы жирно поживились в Рязани, но их все равно накрыли доблестные правоохранители. С подробностями Глеб Галушкин. Вот один из фактов лихой работы черных риэлторов. В двухкомнатную квартиру, где проживали 87-летняя женщина и ее 49-летний сын, вламывается, как они потом выразились, далеко не интеллигентной внешности человек и сообщает им с порога, что жилье отныне принадлежит ему. А потерпевшим необходимо срочно покинуть квартиру. Хотя престарелая мама с сыном свое единственное жилье никому не продавали и не дарили. Сперва это письмо, короче, там писал, угрожал. Если вы, короче, не отсюда, чтобы не отсюда не уедете, не отдадите мне ключи от квартиры, то насильно вас пройдут судебные приставы. А это кто вам так говорил? Это написано в его письме было написано. Полицейские говорят, что подобных фактов в деятельности черных риэлторов набралось уже несколько. По всем возбуждены уголовные дела. Преступники в основном выбирали в качестве своих жертв одиноких пенсионеров, а также людей, ведущих аморальный образ жизни. В первом случае преступники нагло могли переоформить недвижимость без согласия собственников, подделав их подписи в договорах дарения, купли-продажи или мины, оформив квартиру на своих доверенных подставных лиц, после чего продать данную квартиру, оставив жильца на улице. Во втором случае, в ситуации, вызванной тяжелым материальным положением граждан, преступники втираются в доверие и выступают с инициативой оказанием различного рода помощи. Для раскрытия преступлений создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела по расследованию бандитизма и организованных преступных сообществ. Правоохранители просят всех, кто пострадал от деятельности так называемых черных риэлторов или слышал о таких преступлениях, сообщить в полицию. Теперь о фактах печальных. Сегодня Рязань проводила в последний путь Анатолия Сергеевича Прокофьева, ветерана Великой Отечественной, участника Сталинградского сражения, журналиста, писателя, общественного деятеля и просто очень хорошего человека. Чуть-чуть не дожил он до своего 90-летия. И сегодня должен был бы не лежать бездыханным, а принимать поздравления за праздничным столом. Но судьба сложилась по-другому. Что же поделать? Если перечислить все заслуги Анатолия Сергеевича, то не хватит и целой страницы самого убористого текста. Фронтовик, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов России и Советского Союза, почетный гражданин Рязани и Рязанской области, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, Ордена Трудового Красного Знамени, двух орденов знак почета. Анатолий Прокофьев был награжден более чем двумя десятками медалей, а также почетным знаком фонда полководца Георгия Жукова «За мужество и любовь к Отечеству». У Анатолия Сергеевича около тысячи печатных работ, несколько авторских книг и брошюр. Писать заметки в газету он начал еще на фронте. Затем в конце 50-х руководил газетой «Рязанский комсомолец», а после почти два десятка лет возглавлял главную газету региона «Приокскую правду». Даже в те годы журналистам-прокофьевцам удавалось писать остро, ярко, выбирать самые злободневные темы. В обкомовских кабинетах, вспоминают коллеги Глафреда Прёкской, недолюбливали и побаивались. Такой может и про песочек, невзирая на лица. По инициативе Прокофьева в газете появились и специальные полосы выходного дня, где опубликовались стихи рязанских поэтов, отрывки из произведений местных писателей, было много фильетонов, шаржей. После журналист-ветеран отнюдь не затерялся, он возглавил правление областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Пока позволял здоровью, был организатором и соведущим известного регионального телепроекта «Низкий поклон вам, ветераны». Прощайте, Анатолий Сергеевич. Сегодня свой последний «Низкий поклон» все рязанцы отдают вам. Региональное министерство образования сообщает, что по результатам проведенного в Рязанской области единого госэкзамена 100 баллов удалось набрать 20 выпускникам по трем предметам. 12 умников и умниц отличились в русском, 7 в литературе и 1 в географии. Как говорят в спорте, чистая победа. Что же касается нарушителей честной игры, то на ЕГЭ пятерых изгнали из аудитории за шпаргалки. Двоих изловили на экзаменах по русскому языку, по одному хитрецу на английском, истории и общество знания. Всего передает Минобразование. В этом году в нашей области выпустилось 5197 школьников. Это на 471 меньше, чем в году 2013. Сегодня отличников рязанцев поздравлял глава муниципалитета, председатель городской думы Андрей Кашаев. Сегодня большой зал муниципалитета принимал юных гостей. Здесь собрались лучшие выпускники рязанских школ. Золотые медалисты, победители всероссийских олимпиад, лауреаты премий президента Российской Федерации и губернатора Рязанской области. Эти ребята вступают во взрослую жизнь не только с большим багажом знаний, но и с высокими достижениями в области различных наук, а также спорта и творчества. И сегодня они получили заслуженные награды и поздравления от руководства города. Вы все эти годы фактически не готовились к жизни, а уже жили. И вы испытания, которые выпали на вашу поле, клинические, жизненные, вы прошли, замечательно. И огромное спасибо вам за то, что у вас была боль, за то, что вы напрягали свой интеллект, свои возможности и показывали пример окружающим. Эти ребята точно знают, чего хотят от жизни. Например, Глеб Беседин мечтает в будущем стать юристом. Он не просто золотой медалист, а еще и абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по праву и лауреат премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. Отличникам быть не сложно, главная дисциплина, говорит Глеб. Но сегодня, завершив этот сложный этап пути, он испытывает скорее грусть. Этот период очень, конечно же, важен в жизни каждого человека. И вот перед той неопределенностью, что будет в дальнейшем, конечно же, какая-то нерешимость, может быть, и волны не возникает. На торжественном приеме «Золотое наследие Рязани» присутствовали родители и педагоги-отличников. Они также были награждены благодарственными письмами. Ведь без их знаний, участия и поддержки успехи сегодняшних выпускников, наверное, были бы невозможны. Свои методы в борьбе за чистоту нашей жизни в самом прямом смысле используют сейчас активисты экологического Рязанского альянса. Если Маяковский, помните, требовал, чтобы к штыку приравняли перо, то эровцы в духе времени часто заменяют пресловутые перо на видеокамеру. Получается наглядно. Тем более, что в видеосъемке еще и хорошие документальные свидетельства различных эко-нарушений. Глеб Галушкин продолжает тему. Активисты из Рязанского экологического альянса объявили о старте акции против незаконных свалок под названием «Навигатор». Сейчас экологи и добровольцы осматривают глухие уголки города и районов области и отмечают на электронной карте несанкционированные точки с мусором. Буквально за пару дней активисты из Эры обнаружили около 60 таких мест. Крайне трудная обстановка, по мнению волонтеров, сложилась в частном секторе Московского района, деревнях Семчино, Недостоево, Дягилево и в местных гаражных кооперативах. Мы по поводу нашей карты свалок, на которой у нас порядка 350 точек было по состоянию на 1 апреля, отправляли письма по 18 районам области и в администрацию города Рязани. О всех обнаруженных несанкционированных свалках мусора эко-активисты сообщают в администрации Рязани и правительственные организации. По словам волонтеров, некоторые префектуры присылают сотрудников и действительно проводят совместные рейды. Однако чиновники районных администраций и префектуры Московского района Рязани нередко относятся к проблеме с мусором весьма формально. В основном жалуются экологи, присылают лишь отписки, что, дескать, свалки многократно убирались, но возникли снова, да и расположены они в труднодоступных местах. Мол, не подъехать к ним, не подойти. Представители Рязанского экологического альянса, если и дальше ситуация не изменится, собираются обращаться к надзорным органам. На сегодня у нас все. Впереди в информационной линейке программа «Подробности». Сегодня ее ведущая Евгения Зызин принимает в качестве гостя известного православного архитектора иерея Константина Камышанова, автора проекта, недавно построенного в Рязани, храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Напомним, именно в нем на днях провел службу во время визита в Рязань патриарх московский в Сея Руси Кирилл. Итак, ждем встречи с современным рязанским зодчим. Удачи всем и счастья! Редактор субтитров А.Семкин